Всем хай! С вами Суперфакс 90. Добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня я вам расскажу про пассажироперевозки в Транспорт ЮР-2. Как-то я делал гайд про грузовые перевозки, но, как я думаю, нужно же еще расплодить пассажирские перевозки. И, конечно же, для эксперимента я взял два города. Орск и Назрань. Не знаю, как удаление правильно ставится, но пусть будет у нас Назрань. Так что устаживайтесь плодом, не заваривайте чаек, кофеек, берите печеньки и, что же, погнали! Как вы видите, у меня есть такая железнодорожная система с кучей семафоров. И да, они нужны, если кто не знал, для того, чтобы поезда могли находиться на определенном расстоянии друг от друга, и чтобы не произошло никаких пробок. И иначе просто будет сдерживаться вся линия и будет большая трата времени и денег. Ну, так что, вот, нужно расставить семафоры, а если вы хотите для того, чтобы они указывали на правильное движение поезда, то можете сделать так. Нажать на семафор, и здесь одностороннее движение должно быть, или вот так просто сделать. Вот здесь одностороннее движение выбрать. И да, конечно же, на такой железнодорожной системе нужно сделать вот такие вот перекрестки, так называемые. Ну, или переход на другой путь. И я желательно сделаю еще добавок вот так. Ну, то есть, переход на другой путь. Ну, и не на другой путь, а на доступ к станции сделаю от железнодорожного депо. Так. Делаем так, для того, чтобы был доступ ко всему. Да ладно! И ко всей станции имеется в виду. И можем сделать вот так. То есть, здесь такой сгиб будет у нас. И здесь прям доступ к станции. Ну, конечно, скорость будет маленькая. Ну, что поделаешь. Все, доступ к станции есть. И переходы тоже. И желательно обеспечить станцию доступом. Мы можем сделать, конечно же, вот так. То есть, это первый случай. Вот так просто поставить большую станцию. И связать со всем городом. Для того, чтобы пассажирам было легче добираться. А можем сделать, в случае с Нарзанью, просто вот так. Поставить две остановки. И сделать доступ дороги к станции. Собственно говоря, проще. И, собственно говоря, у нас получается вот такая вот система. Конечно же, мы нажимаем сюда, дальше. Вот так. И вот так. Есть, конечно же, небольшие шоколадки технические. Но как же без них, как говорится. Потому что здесь у нас не связан. Нельзя перейти на другой путь. Так. И вот так. И дальше мы можем сделать кучу таких других линий. Но мы обойдемся только одной. Так как тут всего лишь две остановки. И мы можем ее переименовать. Допустим. Готово. Конечно же, делаем остановки по всему городу. Для того, чтобы был доступ. Я повторяюсь. Делаем так. 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 Ну и, конечно же, когда у нас все линии готовы. Устанавливаем дорожное депо. Или трамвайное депо. На ваше усмотрение. И пускаем по нему либо автобусы, либо трамвай. Ну и я спущу, конечно же, автобусы. Ну, вот такие, думаю, лязики. Потому что у них больше вместимость. Берем и запускаем нашу линию. Это у нас четвертая линия по счету. Нетрудно догадаться, но то же самое мы проделываем и с другим городом. Только здесь разнообразие. Запущу мазики. Или маны. Как правильнее называть. Берем, запускаем. И следующим шагом, конечно же, мы запускаем сам железнодорожный транспорт. Со временем у вас появятся новые поезда. Ну, не новые поезда, а новые пассажиры появятся. И поезда их будут возить. Ну, например, я не знаю. Возьму, допустим, электровоз 2С5. Поставлю здесь около пяти вагонов. И этого будет достаточно вполне. Допустим, вот такие вот там эндорфы. Берем, запускаем на линию. И пускаем. Ну и решил я еще, ребятушки, пустить несколько поездов. С1 Ласточка, ЭД-9М. И Машку с пассажирскими вагонами такими. Вот так. Со временем у нас будут появляться новые пассажиры. И все же это еще небольшой шанс позаработать денег у себя. Ну и что же. Вот такой у нас небольшой гайд получился. Если я кому-то помог, то можете меня поддержать лайком, подписанчиком, комментарием. А также, если хотите со мной пообщаться или оставить свой вопрос, то можете зайти в дискорд сервер. Ну, который вы видите сейчас на экране. Ну, именно мой дискорд. Как он выглядит, аккаунт. Ну что же. Всем большое спасибо. Всем удачи. Всем пока-пока.